Братья-месяцы Давай зима! Крутой месяц к холоду, так говорят в народе. На Руси существовало обычай в этот день закатывать зиму. Все деревни выходили на улицу и катались колесом по снегу, стараясь как можно дальше откатиться от намеченной линии, порога или края горки. Такое катание символизировало народные поверья и обычаи. В этот день праздновала встреча ветра Сиверка, внука бога ветров Стребога. Северок, северный ветер, ставит ледяные столбы на Руси. Человек за порог, а его с ног сбивает северок, холодный ветер. Молодежь кувыркалась по снегу и приговаривала. Колесом от последнего осеннего месяца в ядреной погоде на сильный мороз, на сильную жизнь. Окончательный переход от осени к зиме. Считалось, что чем дальше человек прокатится, тем крепче и здоровее будет зима. А если кататься с остановками, то и зима будет такой же, то мороз, то отепель. Северок окончательно вступал в свои права в начале зимы. Русские крестьяне представляли зиму в образе молодой жестокой красавицы, приходившей в окружение своих подданных – пороши, позюмки, мороза и ветра. Зима ехала на белой или пегой кобыле и сковывала землю своим ледяным дыханием. Белолицую краснощекую красавицу, облаченную в белоснежную душегрейку, боится даже нечисть. Стоит ей приблизиться, как все злые духи прячутся под землю. В легендах народов Севера тоже упоминается могучий северный ветер. У угорских народов Зауралья было распространено поверье о существовании двух ветров – южного и северного. Последний назывался «Луи-вод-ойка» – «Старик-северный ветер», соответствующий скифскому Борею. Слово «вод» или «ват» – «ветер», то есть, арийского происхождения. Вата – ветер, вата – божество ветра. По некоторым сведениям в преданиях, записанных у угорских народов Сауралья, можно найти очень интересные сведения, сохраненные в кратком описании о народе остяцком Григория Новицкого. Со слов хантов он сообщает, что на крайнем севере, близ океана и льдов, есть особый ветер, дующий с севера. Кого он находит, всех жестокостью своей объемлет, поражает и убивает. Это «Старик-северный ветер». По преданиям хантов и манси, очевидно соответствующий северному ветру скифских традиций Борею, за обиталищем этого северного ветра располагалась страна Гипербореев. Про ветра можно много еще чего интересного узнать. А уж про Гиперборею, она же Арктида, она же Дария, про матерь всей мировой культуры, страну, известную нам из древнейших манускриптов, еще больше. Ищущий и идущий по пути своих великомудрых предков, живущий по совести, есть человек ведущий. Ему открыты многие пути и дороги к постижению духовных знаний. А боги всегда помогают ищущим, ведь подлежащий камень и вода не бежит. Выберите и вы свою дорогу. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok